Имеет ли право пристав снимать деньги с карты? Сколько могут удерживать из пенсии? Что делать, если удерживают весь доход? В каких случаях и как поступить, если снимают детское пособие? На все эти вопросы нам сегодня утром пришел ответить Тихон Дормидонтов, председатель Национальной ассоциации юристов Республики Сахаи, Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Тихон. Ну, безусловно, приставы имеют право поснять денег со счета должника, но прежде чем снимать, наверняка должник должен ознакомиться с каким-то документом, правильно? И дается какое-то время на добровольное погашение самое главное. Но в соответствии с законом об исполнительном производстве, это наш главный регулирующий закон, регулирующий данные правоотношения, должнику дается 5 дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства на добровольное погашение сумм, которое присудил суд и другие официальные органы, которые наделены законом, правом, да, взыскивать вот с человека такие денежные суммы. Тихон, а существует ли какой-то перечень доходов, на которые арест не полагается? Тоже у нас в федеральном законе об исполнительном производстве перечислены исчерпывающие перечень, где не подлежит аресту, да, то есть аресту, блокировке денежных средств, которые находятся на счетах граждан. Это и пенсии по потере кормильца, это материальная помощь работнику со стихийным бедствами и иными чрезвычайными ситуациями. Также выплаты, которые осуществляются за счет федерального бюджета, бюджета региона, органов местного управления и из пенсионного фонда за исключением вот страховой пенсии. То есть пенсия тоже подлежит взысканию в установленном порядке. Каков максимальный процент удержания? Максимальный процент удержания по любым, даже если у человека 10 исполнительных документов, и он работает, да, то есть бухгалтерия в соответствии с законом осуществляет удержание, но не более 50% от дохода человека, потому что человек должен жить на что-то, содержать свою сумму, и вот закон определяет максимальный размер удержания даже по нескольким исполнительным документам. Ну, часто такие случаи на практике, да, что списывают деньги, не удостоверившись в их назначении. Как здесь быть? Ну, это проблема не нова. Сейчас в Государственной Думе Федерального Собрания Американской Федерации утверждается законопроект, где подчеркивается, что все выплаты, которые вот не подлежат аресту, да, должны быть перечислены специальные счета, которые открываются для граждан. То есть пристав смотрит, у него на компьютер, естественно, ваши все счета. И он уже как бы решает уже блокировать или не блокировать. То есть это и могут быть пенсии, могут быть по потере кормильца, могут быть алиментные денежные средства, потому что там же такого распределения по доходам же нет. И из-за этого вот возникают вот такие ситуации. А что делать, если требования пристава не соблюдаются, и пристав удерживает весь доход? Какие варианты? В соответствии с федеральным законом и в исполнительном производстве все действия судебного пристава исполнителя, строго релгоментированы. И он должен убедиться и удостовериться, что он не превышает максимальный размер, что не обращает взыскания на денежные средства, которые были перечислены вот соответствующими органами, на которые не могут быть обращены взыскания. Это уже обязанность судебного пристава исполнителя. Угу. Так. Ну, если, допустим, я читала, да, такую информацию, что нужно в хороших отношениях всегда, вот, вот, с первого момента, если все-таки дело дошло до судебных приставов, в хороших человеческих отношениях быть с ним. Ну, в общем, да, наше человеческое развитие предопределяет и уважение ко всем участникам права отношений, потому что судебный пристав связан с судебным актом. То есть личностные какие-то неприязненные отношения дистанцировать на судебного пристава и любого представителя власти нежелательно. То есть важно и нужно сохранять не дружественные, а нормальные официальные отношения. Дело в этом. То есть, да, если у вас какое-то трудное материальное положение, да, судебный пристав может пойти вам на встречи и подсказать, рассказать выход из сложившейся, ну, порой неприятной ситуации. То есть в любом случае не агрессировать, да? Да, потому что судебный акт, это судебный акт, он должен быть исполнен, потому что у нас решение судов общей юрисдикции и других судов обязательное для исполнения на всей территории Российской Федерации. И судебные приставы реализуют данную функцию. Тихон, огромное вам спасибо за такие полезные советы этим утром. Мы желаем вам плодотворной работы и приходите к нам еще. Спасибо.